Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет продолжаем наши беседы по первой книге Паралепименона. Мы будем читать пятую главу. Здесь с первого стиха по десятый даются имена потомков Рувима, того самого Рувима, который взошел на постель своего отца и переспал с его наложницей. Мы читаем «Сыновья Рувима, первенца Израилева. Он первенец, но когда осквернил он постель отца своего, первенство его отдано сыновьям Иосифа, сына Израилева, с тем, однако же, чтобы не писаться им первородными». Потому что Иуда был сильнейшим из братьев своих и вождь от него, но первенство пресечено на Иосифа, перенесено на Иосифа. То есть здесь мы видим, что трагедия Рувима заключается в том, что он, хотя и был первенец, он поступил бесчестно, осквернив кровать своего отца, и он потерял первенство. Как мы уже говорили, с первенцами серьезные проблемы. Первенец Адама и Евы Каин – первый человек-убийца на земле. Первенец Авраама – разбойник, злодей. Первенец Исаака – Исаав, нечестивый. Первенец Иакова – Рувим, блудник. И в результате происходит замещение одного колена другим коленом. А в таком глобальном смысле происходит замещение еврейского народа народом церкви. Потому что еврейский народ не выполнил свою миссию до конца. Хотя отчасти он ее выполнил. Миссия еврейского народа заключалась в том, что они должны были породить миссию. И самым праведным и зрелым плодом на древе всего еврейского народа является Пресвятая Дева Мария, от которой рождается Христос, наш Спаситель. Другая их миссия – создать единый корпус книг Священного Писания. С этой задачей они тоже справились. Потому что все авторы книг Ветхого и Нового Завета – это лица еврейской национальности, за редкими исключениями. А другая миссия – они должны были быть народом светочем, чтобы принести познание о Боге всем другим народам и племенам. Но они отказались от этой миссии, замкнулись сами на себя. Из-за этого происходит их отвержение Бога, рассеяние по всему миру. Особенно тогда, когда они проявляют богоборство по отношению ко Христу, нашему Спасителю. Итак, потомки Рувима с первого по десятый стих. Здесь есть незначительные такие как бы описательные моменты. Например, девятый стих. А к востоку он обитал до входа в пустыню, идущую от реки Ифрата, потому что стада их были многочисленны в земле Галатской. «Во дни Саула они вели войну с агарянами, агаряне – это арабы, которые пали от рук их, а они стали жить в шатрах их по всей восточной стороне Галата». С 11 стиха по 17 стих «потомки Гада». И 17 стих «все они перечислены во дни Иофама, царя Иудейского, и во дни Иеравама, царя Израильского». С 18 стиха по 22 «война израильтян с агарянами». И мы читаем об этой войне. «У потомков Рувима и Гада и полуплемени Манасина было людей воинственных, мужей, носящих щит и меч, стреляющих из лука, и приучены к битве 44 760 выходящих на войну. И воевали они с агарянами, и Туром, Нафишем и Надавом. И подана была им помощь против них, и преданы были в руки их агаряне». Имеется в виду помощь от Бога. «И преданы были в руки их агаряне, и все, что у них было, то есть их имущество, потому что они во время сражения, то есть евреи, возвали к Богу». Действительно, победа одерживается не человеческими усилиями, а Божьим благословением. И он, то есть Господь, услышал их за то, что они уповали на него. То есть только за это Господь их услышал. «И взяли они стада их, то есть агарян, верблюдов 50 тысяч, из мелкого скота 250 тысяч, ослов 2000 и 100 тысяч, душ людей, имеется в виду взятых в плен, потому что много пало убитых, так как от Бога было сражение сие, и жили они на месте их до переселения». Что значит «от Бога было сражение сие»? Имеется в виду, что Господь попускает и поражение некоторым народам за их грехи. То есть за добродетели, за упование на Бога Господь посылает победу, а за безнравственные какие-то поступки Господь посылает поражение. Поэтому если страна, народ терпят поражение, сохранение собственной территории невозможно, начинают терять свою территорию, это всегда проявление гнева Божия. Далее с 23 стиха до конца говорится о судьбе израильтян, живших в Зайордании. То есть когда евреи входили в землю обитованную, то часть остались за Иорданом, а часть перешли через Иордан. «Потомки полуколена Монасина жили в той земле от Васана до Ваал-Ирмона и Сен-Ира и до горы Ирмона. Их было много». То есть они расплодились на тех землях. Почему их так оказалось много? Потому что филистимляне активно действовали именно на земле Израиля. А Зайорданом народы были сокрушены, рассеяны. И вот главы поколения их, то есть Зайорданских правителей, князей, Эфер, Иши, Элиил, Азиил, Иремия, Годавия и Иагдиил, мужи мощные, мужи именитые, главы родов своих. Вот мы видим, что они сохраняют еврейские имена. Вот когда люди сохраняют имена, это свидетельствует о том, что они сохраняют какие-то религиозные принципы. Потеря имен – это серьезная проблема. Но далее говорится, «Но когда они согрешили против Бога отцов своих и стали блудно ходить вслед богов народа в той земле, которых изгнал Бог от лица их, тогда Бог Израиля возбудил дух Фула, царя Ассирийского, и дух Вегла Фелосара, царя Ассирийского, и он выселил Ру-Виемлян и Гадитян и половину колена Манасина и отвел их в Халах и Хавор, и Ару, и на реку Гозан, где они до сего дня». Что значит «до сего дня»? До того самого момента, когда писалась эта книга. То есть здесь мы видим, как благословение прекращается и начинаются проблемы этих людей, живших за Иорданом, в Заирдании, потому что они не сохранили верность Богу, стали поступать блудно, ходить вслед богов. Хотя в нашем понимании блуд – это, казалось бы, половые сношения, но здесь, в Библии, в этом тексте, блудом называется «ходить вслед богов других народов». Почему? Потому что Бог по отношению к своему народу как жених по отношению к невесте. И когда народ изменяет Богу и ходит во вслед других богов, это как бы духовный блуд, духовное блудодеяние. И за это всегда следует наказание. В данном случае их сокрушили ассирийцы, и они оказались на чужбине, вдали от той земли, которую получили некогда с разрешения Моисея, и потом с разрешения Иисуса Навина при вхождении в землю обитованную. Собственно говоря, они в эту землю не вошли, остались за Иорданом, но им как бы отдали эти земли. Но всякий раз, когда мы не сохраняем верность Богу, мы теряем то один участок земли, то другой, а потом можем потерять и самих себя и оказаться на чужбине, что и произошло с этими людьми. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok